сейчас украшу здесь сэбэкраунд здесь картиночек принесу боковую сторону сейчас подогрею себе кашку сейчас подогрею кашку буду кашку кушать вот здесь я сейчас протрую буду кушать кашку поставлю подогреться гречневая кашка флешка летела флешка 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 все флешка шкаф спинку прямо на спинку прямо даже не знаю на этот такой стульчик стяга низковатый эксклюзивный у нас стульчик кашка подогревается стойки протерла ах и такая эротически экзотическое видео уже практически загрузилась у нас а а а а а а а Продолжение следует... Ну что, на этом стульчике, в принципе, никто не сидел, кроме меня. Сегодня, по-моему, первый раз на него села. Я его купила в Америке, в Америке, он немножко, знаете, тут штучки цепляются. В Америке, ну, такой был, такой, как бы, под старину, такой стул у меня под старину. На нем никто не сидел. В каком году я его купила? Я стульчик купила в 2008 году. Ну, сейчас я расскажу вам в сторис, помою тарелочку. Вилочку нужно помолить. Ах, да-да, это гранд-ресторанто. Ах, это мой гранд-ресторанто. А может быть, туда нужно принести эту штучку, чтобы как-то вот это более... Сейчас, секундочку. Я там на балконе, чтобы более красиво. Потому что мне нужно еще загрузить мое видео на другой канал. На другой канал от Ванги. О, тут свежо, здесь пошло свежо. А ну-ка, вы знаете, что я сделаю? Сейчас я это проветривание, знаете, здесь же, знаете, что? Сейчас я вам расскажу, сейчас все покажу, сейчас все расскажу. Погода в Петербурге шепчет. Погода такая в Петербурге шепчет. Не хватало этого. Укашка подогревает. Сейчас я ее убавлю. Укашку я убавлю. Сейчас я ее помешаю. Укашку вилочкой помешаю. Сейчас я быстренько вилочкой помешаю. Сюда секретные ингредиенты. Чуть-чуть этого... Длина Фомана, живот втянуть, плечки назад. Живот втянуть, плечки назад. Красиво для съемочки. Немножко этого уксуса, немножко. Ох, плеснуло много. Что делать-то? Что делать? Плеснуло многовато уксуса. Сейчас я там даже открою, чтобы у меня было такое... Как сказано, проветривание сейчас. И вот на стуле, как он там... Достаточно ли он такой вот этот стул... Он немножко так, знаете, такой требует, наверное, этого... Исторического ремонта. Такой стул исторического ремонта. И все-таки на этом. Вам все равно не видно, да, что я на нем сижу. Никто не сидел. В 2008 году купила, а сейчас у нас уже, смотрите... 2021-й. Тяжелый какой стул. Очень тяжелый стул, он такой немножко низковатый. Если я сяду повыше, я буду более как-то вот низковатый. Сейчас я, знаете, открою занавес, занавес, схожу у меня в моей спальне. И уже, знаете, и будет у меня такое кондиционер. Потому что погода 22 градуса, но хотелось бы... Мне сказали, что здесь вот эти плиты, как бы это бетон. Я сегодня узнала, что, ну, как бы и раньше тоже как-то могла предположить, что этот бетон, он, когда очень жарко, он нагревается. Чтобы его охладить, надо какое-то время. Вот. Он еще как-то не охладился, этот бетон. Клечки назад. Он еще как-то не охладился. Он еще как-то не охладился. Два часа и восемь минут. Двадцать восемь. Так, быстрым деньгам. Вот он кондиционер. Вот где нужно сидеть. Вот эти он сломанно. Не на этом, не на как-то не на этом балконе. Раньше как-то еду. Значит так. А, немножко отстегивается. Знаете, у меня дизайн немножко отстегиваются. Отстегивается немножко дизайн. Сейчас я все сейчас прикреплю. Немножко отстегиваются. Такой эксклюзив. Все равно отстегивается. Ну ладно. Как ну ладно? Нужно пристегнуть. Не знаю, за что хвататься. За еду, переключать канал, чтобы загружать на другой канал этого... Мои видео. Так что вот. Только что сказала, что этот... Нет, тутки отстегивается. Не хочет, что он как-то дизайнер застегивается. А чего он не хочет-то? Я вот только это пристегнула. Чуть пониже его это пристегнула. Такая красота. Супер красота. Сейчас покушаю. Ну вот, смотри. Во, вот кондиционер. Ох, хорошо. Что-то как-то, я знаете, за этот стул я лучше перестягнула на тот стул. Вот такой, знаете, это... Такую... Ну, я бы купила, а то, что он так это красиво выглядит. Как-то колоритно, по старину, по старину, ну да-да. А так он вообще, честно говоря, лучше это есть одно на другой стул, как-то, с вашего позволения, на другой стуле пересяну. Уж очень много, я вот туда вот подвинул. Это дизайнер. Я вот для дизайна подвинул. Это метафорично будет звучать, метафорично. Ну что, сейчас я беру тарелочку. Здесь вот это вот, поближе чуть-чуть надо будет. Еще сюда, еще длину, чуть-чуть поближе. Вообще по энергетике это, конечно, стул, понимаете? Стул по энергетике такой, в общем, из какого-то... что-то не замка, или не хочется так, в общем, как все думать. Очень хорошо. Кашка. Гречневая кашка. Сейчас буду кушать. Тарелку каши я уже съела, где-то, может, немножко многовато. Я уксуса налила сюда, конечно, сюда, конечно, сюда. Немножко, может, многовато. Ну, ничего, сейчас попробую. А, вот здесь какая у меня, здесь какая красота. Обратите внимание. Какая здесь у меня красота, какие стулья. Вообще-то, знаете, как это будет. Коллекция, коллекция у меня стулья, это какая-то коллекционер. Коллекционеру. Я являюсь коллекционером. Таким вот дела. Показываю все крупным планом. Ну, да, под кодовым названием. Это кресло-то было, Трамп, под кодовым названием. Здесь тоже, знаете, стульчик-то ваш. Стульчик-то ваш. Сколько лет, знаете, вот это вот. Не очень надежный стульчик-то. Господин знает, из какого дома этот стульчик. Так что, из такого очень богатого дома господин знает. Сел Салман еще пишет сказки для взрослых. Так что, вот, господин узнает. Так что, вот. Поверю, чтобы империя была более надежная ваша. Так что, стульчик-то шатается. Даже не рассчитывали, что я буду открывать, знаете, столько лет у меня отстояло это все. Вот это вот. Это индийская принцесса. Сейчас Сел Салман организует. Организует красоту. Столько лет стояло мне на Могловском 4,10. Вот этот стульчик-то в том числе. Люди, какая красотка. Даже представить, Татьяна сломала, даже представить не могла, чтобы достоилась такой чести с этим стулом. Так что, вот. Только не надо забывать. Знаете, вот это, после Хаммера, знаете, вот, а, сейчас еще, чуть-чуть, чуть-чуть полосну. Знаете, после Хаммера, не знаю, красивая, я так сделаю, я такая, знаете, после вот этого, все-таки, понимаете, когда я одеваю шляпу, в шляпе более лицо по-другому смотрится. Здесь надо не эту штучку, а шляпу надеть. Правильно? Какую шляпу? Вот эту, ту, сейчас какую-нибудь шляпу надену я. Просто нужно учитывать. Сейчас я сломаю на такой дизайн, просто нужно учитывать. Не знаю, нужно очень, очень много этих. Или так красиво? Нет, еще чего-то нету как-то. А что, или здесь, или здесь, выключить. Выключить, может быть, здесь свет лишний? Сейчас, сейчас, подожди. Только понимаете, поддержите, понимаете, поддержите вот эту вот империю, вот это, знаете, после Хаммера. Знаете, как после Хаммера, после Мерседеса, как было очень непривычно садиться сначала на этот, что там, на эту машину красную, которую там арендовали, знаете, ну, аренда, аренда КААА, в штате Коннектикут. Потом на такую, которую там, не знаю, там лет 20 в машине, вот. После Хаммера, Мерседеса. Это не очень как-то вообще, вообще не комильфон. А когда сюда приехала, весь сколько лет, вообще уже, понимаете, посмотрите, насколько вообще вот это вот, куда-то. Это, понимаете, цена. А реально, они его вообще просто не догадываются. Потому что вот, после Хаммера, после Мерседеса, понимаете, вот это сюда, вот это вот вообще, потом, знаете, потом, думаю, сначала как-то на такси, а потом, думаю, ладно, вот это вот зима была такая здесь холодная, минус 15. Где такая пуховичок, в общем, такой шапку, в общем, одену, так замотаю, в общем, вот это вот, и в минут 15 иду до Комендантского проспекта пешком. Ну, тут 10 минут, в принципе, если быстрым шагом, минут 10-15 в мороз. А там, в спортивной, несколько остановок, в спортивной выходила тоже пешком, через мост, идешь, этот обжигал. Сжигающий холодный ветер, прям вот это вот. И туда, на Волковском, на Волковском, мою квартиру, все пешком. Так что вот, экономила я, не то, что на маршрутке, экономила даже на общественном транспорте деньги. Вернем, немножко все посолить. Кашка немножко остыла. Кашка И так. И так. Вы, наверное, будете удивлены, почему она из этих поступает, а вот есть такое право. Не могу вам назвать ни имена, ни фамилии. И паспорт я меняла. А, нет, не паспорт. Я в Приморском ЗАГСе, мы ездили с Василием, получала там свидетельство о переменении. С Александровой, Татьяна Юрьевна, Татьяна Салмановна, Макун, Сайфуде. Не были там на скамеечке сидели, когда вы ходите, там справа скамеечка. Так что вот. Так. Не к еде, конечно, будет сказано. Не к еде. Но мы обсуждаем с Вами разные моменты. Я смотрела какой-то фильм документальный. А это была богатейшая семья американская. Там связаны с президентами. В общем, с чем-то таким. Какая-то такая вообще вот этот клан. Вообще богатейшая. Такая вообще на слухой. Многие знают. С мировой славой. Я была тогда просто удивлена. Знаете, вот они там в семье, там кто-то из семьи, кто-то мешал. Это я по ютубу смотрела. Они не больше, не меньше, как это лоботомию там сделали. Там что-то такое вот это вот. Вообще просто вот это. Зверь у Геккарда. Зверь у Геккарда. Просто. Зверь у Геккарда. Зверь у Геккарда. Не к еде, конечно. Ну, а что сделаешь? Что поделаешь? Я бы хотела еще даже про это. Как-то стюнечко. Не хотела до видео мы отпортить. Конечно, не к еде. А надо как-то поесть, потому что сказать. Я просто то перекиска видео не хотела портить. Ну, да. Потому что у меня снято очень-очень огромное видео. Там огромное количество видео. Два канала YouTube. Татьяна Салмановна, Мактун Сайд. Будем на русском, на английском языке. Больше 6 тысяч видео. На каждом видео я даже больше 6 тысяч, 400, даже больше видео. Моя Таняца ВКонтакте, Татьяна Салмановна, через дефис. Мактун Сайд, через дефис. Так что, вот. Просто не хочется, понимаете? Вот я там, знаете, на мною филакадуя сумочка. А вот давайте посмотрим, какая еще волшебная книжечка находится в моей сумочке. Вы понимаете? Вот это вот волшебство, из которого я вообще состою, я вообще вот такая. Я эти видео не хочу портить, чем-то там, знаете, если что-то нужно такое. Ну, есть разные, у меня есть разные проекты. Так что, вот. Бабшука Марка убьет расследование. Вот, в том числе, ну, про бандитский Петербург художник, знаете, как-то все это, как-то вот это. Различные проекты. 15 тысяч, теперь уже 30 тысяч рублей, мы за электричество платить надо. Не надо забывать, не надо забывать об этом. Так что, вот. И детективы сбрасывают со счетов. Вот там загружают, там, этот, какой-то этот, вот фильм. Вообще просто, знаете, как называется, такой, вообще просто, вот, снятый, 12 стульев. Просто шедевр. Фильм «Чародея». Я уж, конечно, могла бы, знаете, развернуться, вот там, камеру поставить, как там, на некоторых видео, говорю, как матом сказать вот это вот. Так что, вот. Вы думаете, почему я так вот села? У меня, сходи, какой-то раунд, это розовая дверь, да? Ну, чувствуете, на что я намекаю? Чтобы вы посмотрели. Я могла и в комнату сесть, на трон, там, покушать. О, опять там эти запахи какие-то пошли. Ну, хорошо, там я, ну, это такой ветерок, пошел такой ветерок. А приходится совмещать. Понимаете, в основном люди творческие, они такой жилки продвинуть как-то, они не имеют. А мне приходится совмещать. Мне приходится, я человек творческий, я много чего занимаюсь творчеством. Арт-фотограф, арт-дизайнер, блогер, писатель, модельер, кирпичевым, мокрым поливом, картина, понимаете, еще вот это вот, пиарю себя. Ну, не нужно забывать. Одно дело заниматься творчеством, понимаете, у меня вот студия, творческая студия позитивного мышления, силы, позитивные мысли. А другое дело это двинуть, понимаете, двинуть, чтобы это было известно. Но самое главное, продвинуться туда, продвинуться туда, к деньгам, к процветанию, к деньгам, чтобы это приносило мне не просто деньги, а огромные деньги. Я рассчитываю на огромные деньги. На огромные гонорары, пока я только себе пиарю, пока ничего не зарабатываю. Вот я кашу гречневую кушаю, так что вот, в час на тысячах. На всю кашу полезную. Одно дело там что-то такое вот это снимать, может там загружать, куда-то там на YouTube, а другое дело себя продвинуть, понимаете, стать известной и, как говорится, получать огромные деньги, и стать процветающей, богатой, финансово свободной и независимой. Вы посмотрите в моем лайм-джорнале, я там иногда очень так это жестко говорю. Михаил Маратович тоже говорит. В бизнесе жесткая конкуренция. В принципе, то, что я послушала, я с этим не особо согласна, поскольку мое творчество, оно совершенно опузит этому, совершенно опозит. И у меня анекдотическая совершенно ситуация. Мне за квартиру нужно платить, понимаете, за электричество нужно платить, за эллинг, где у меня здесь 200 с лишним, 200 с лишним тысяч рублей за электричество. Ну ладно, эти сзалили, они должны заплатить. Так что вот, я ему же сообщила. Если они считают, что ЖЭК, пусть, короче, вот с ЖЭКом и решат вопрос. Это, конечно, в принципе, вопрос снял. В принципе, вопрос с электричеством тоже снял. Потому что лампочка вот эта вот, к моему щетку, к моему счетчику был подключен 30 лет. Так что вот. Я считаю, что они мне еще намного больше должны, чем я им. Вот такие вот дела. В кооперативе Марина я должна за мой эллинг, 4 этажа, коммунальные полдежи. Там даже 400, где-то 50 тысяч рублей. Нет, а они что считали? Вот это вот меня тогда отключили, они считали, что я вот так вот в холоде, а я там так все с руками спущу, что ли? Это наивно полагать, что тебя салмана так вот спустит. Она всю пляж проест, не спустит. Я не понимаю, кто жарит котлеты? Прекратите вообще мясными блюдами. Давайте лучше, не знаю, лучше сигаром пахнуть, чем мясными блюдами. Оттуда пахнет какими-то косметиками, как-то фигней какой-то. Прекратите это делать. Потому что я проветриваю помещение. Возвращаясь, мы с вами обсуждаем разные вопросы. Понимаете, вот это все великолепно. Сейчас я возьму книгу, буду шикарно, вот это вот. Мне нужно войти в это VIP-состояние. А как мне войти в VIP-состояние? У меня же за это зарабатывать деньги. А чтобы зарабатывать деньги, я столкнулась с такая ситуацией. Я вот так послушала, думаю, почему я до сих пор не это? Потому что там жесткая конкуренция. То, что они могут, там вот это, там жестко отсекают. Если что-то, они говорят, что это они для них, это их. Вы поняли, да, там очень жестко. Я это я так чуть-чуть предполагаю. Там где деньги, там, а где огромные деньги, там вообще жестко. И у меня получается совершенно экзотическая ситуация. Мне же с одной стороны быть вот этой волшебной, знаете, как внука, знаете, вот этой, не знаю, какой-то вот этой актрисы. Хотя я такая вот, пусть я такая волшебная, просто как из сказки. Вот это вот. Просто вынуждают. А если это какого-то тогда волшебная, просто как из сказки, а платежи мне платить надо. И процветающей я хочу быть. Это совершенно анекдотическая ситуация, если честно сказать. Совершенно анекдотическая. Ну да, различные проекты, там мне книжки, там сценарий для фильмов. У меня много-много-много в LiveJournal, я вам там объясняю. Там даже вот на мой LiveJournal, там и сценарий, там часть сценарий. Агент 007, там вообще легендарный проект. Ах, Татьяна Салмановская, агент 007. Так что вот. Хотела сказать, Михаил Морадович, будет финансирование или нет по греческому самокомнику? По греческому самокомнику. Я уже привлекаю как могу. Татьяна Салмановна уже поднимаете вот это вот. Думаю, ну пошутить. Немножко, я же вам загрузилась в греческому самокомнику. Это был самый первый фильм, который я посмотрела. Знаете, были раньше такие кафе, все показывали такие фильмы, можно было посмотреть. Это был вообще первый какой-то эротический такой фильм, который я посмотрела. Еще в такой вот кафе, на Гражданской, на проспекте Майора, угол Гражданской. Так что вот. Там, представляете, кафе, билеты, как в кинотеатре, телевизоры. Люди собирались, там уже было что-то покушать и фильм посмотреть вот этот вот. Ну, в частности. Супер, правда? Но это такие начало вот этой перестройки, начало такой бизнес, люди бизнес делали. Я с вами делюсь, понимаете, вот информацией. Совершенно анестатическая ситуация. С одной стороны, понимаете, нужно быть такой, как из сказки, в эти сумочки, все, понимаете, очень много таких, понимаете, будет дизайнер, понимаешь, но чтобы себя, вы представьте, чтобы себя вот так вот продвинуть вообще куда-то, в Милану или в Париже, чтобы продвинуть себя в моде, в этом, как говорится, в этой сфере моды вообще. Я только так, знаете, так издалека предполагаю, где там уже, в принципе, там, ну вы поняли, да? Как многие хотят, как многие заканчивают всякие там институты, и, в общем, многие хотят, знаете, вот это пейшн, и, в общем, там, этой модой заниматься. Я даже не знаю, даже если там, даже если быть суперталантливым, понимаете, даже быть гением. А, кстати, знаете, что Татьяна Черниговская сказала? Она сказала, что гением нельзя стать. Я в книжках читала, что гением, ну, у меня в книге так вот написано, она сказала, что ее убеждение, что гением нельзя стать, гением можно только родиться. А если ты родился гением, и можно им не стать, если попадешь не в ту обстановку, не в ту атмосферу. Вот, вот что она сказала. Тот, кто родился гением, он гением может не стать, потому что вот не будет, понимаете, определенного, там, каких-то знаний, там, семья, там, финансирования, то есть, ну, много-много всего должно совпасть, чтобы он стал гением. Она вот так сказала. Интересно, правда? Вот я, конечно, так это и выступила, я так люблю, как аспирически, да, подиумы. Ну, я, в общем-то, а что? Коллекция красиво оделась, в общем, чего? В рамках вообще моей творческой студии, грязного мышления, такие, понимаете, красивые наряды, там, вот это, вот и что. Да, я, в общем, люблю, знаете, красивые наряды, и все, подбираю, какие-то там. Я это покупаю, я это, это все у меня покупное. Но я делаю там, вы поняли, как без этого костюмчика, я сделала его по-другому, все вот это я даже вот это все купила, и как-то я вот это вот, как-то это вот скомпоновала, в общем, такая, в общем, такая вот я. И как я на это мечтаю, понимаете, путешествовать по миру, понимаете, что моя книжка была супер богатой, знаете, бестсейлер, в Нью-Йорк Таймс, тайная психология денег, скрета богатства и процветания. Вот. Ну, уже столько лет прошло. А по поводу моды, пейшн, я точно не могу сказать. Может быть там, хотя эти люди есть при суперденьгах, такое количество есть людей, как бы, есть очень богатые. Чуть и по всему, там чем-то другим-то, не только с деньгами, там чем-то другим как-то вот это вот, я даже точно не могу сказать, даже, понимаете, но финансирование-то точно должно быть, если как бы и денег, как бы, вот это вот. Вот вы посмотрите, там уже годы, годы, одни и те же почти фирмы, марки и так далее. Что же касается, знаете, вот это вот, я какие-то вот такие сценарии, сценарии и книг, и книг, и, в общем, там у меня сценарии фильмов, ты говоришь, что агент номер 7, я на моем лайф-джурнале некоторую информацию, знаете, у меня, знаете, некоторые на диктофон, а я просто в рамках моего лайф-джурнала, что-то такое придумываю, и там у меня это выложено, я это озвучиваю, это выложено, конечно, в открытом доступе, вот, ну, в общем, как-то я вот так. Потому что, как актрисы, я подумал, сценарий, по-своему сценарий уже, в общем-то, при своем, уже сценарий есть, в общем, надеюсь, что, если сценарий есть, важно финансирование, можно заснимать, правильно? А потом, не так все просто, понимаете, кассу, кассу что дает? Конечно, сюжет, конечно, но там должны быть актеры, актрисы, известные, занимаются там, если какая-то звезда вот эта вот, то это касса, то есть там очень много всяких нюансов, это очень много нюансов, поэтому обычно это разные люди, а они занимаются таким вот творчеством, и то в каких-то одном направлении, а я очень во многих направлениях, вот я вам уже озвучила, вот еще не все озвучила, ну да. А мне еще приходится само это продвигать, я точно, точно не могу сказать, понимаете, вот такая вот анекдотическая ситуация, совершенно анекдотическая. Вот за телефон, понимаете, даже за телефон, сейчас интернет у меня стал дешевле, да, у меня даже за телефон, понимаете, у меня там минус 500 рублей, у меня даже на телефоне минус 500 рублей где-то, наверное, понимаете, за все нужно, понимаете, пользуешься телефоном, за телефон нужно платить, Все это стоит денег. Это темпоманно вам скажет. Сейчас я пошлю эту штуку, они ее пришлют мне. Сейчас пришлют смс. Поэтому я вот так вот и сижу, знаете, с этой книгой, с этим позитивным мышлением, с этим огромным количеством видео, поскольку там, наверное, как-то вот это, хотя, хотя, знаете, я вот смотрела, что вообще по Ютубу, то есть, даже вообще некоторые ролики там выкладывают, становятся какие-то суперизвестными. Ну, в принципе, знаете, может быть, они какие-то суперизвестные, смотрят, в какой области вообще неизвестные. Может быть, известность это еще не значит, что, как бы, значит, они как-то вот это вот. Здесь же дело не в известности, я говорю, что дело в процветании, стать процветающей, финансово-свободной, независимой. Минус 550 рублей 95 копеек. Обратите внимание. Вам видно? На телефоне у меня. Все, я уже покушала, сейчас я это сотру. Так что вот. Там видео уже загрузилось, сейчас я это тоже видео буду загружать, и флешки. Ну, да, в общем-то, сейчас нужно это освободить место на флешке, в общем, на флешку и туда, на компьютер, и на два мои канала Ютуба, Татьяна Салмановна, Мактум Саев, один на русском, на английском языке. Так что вот, на мою страницу ВКонтакте, Татьяна Салмановна, через дефис, Мактум Саев, один через дефис. Ну, да, хотелось бы, знаете, хотелось бы вот это вот, такое вот феерическое, феерическое, понимаете, в смысле вот такое вот, знаете, такое феерическое, как из сказки. Ну, вот там посмотрите, мои вот эти видео, у меня же заснято, мой лайф-джорнал, как там, я вот, копиротипалка Марина. Вот, я там, знаете, когда у меня там было отключено электричество, я такая грелась на улице, и вообще мои видео, посмотрите, я такая в шляпе, вообще во всех вот этих вот там шубах у меня, накидки, пончи. Так что вот, попробуйте быть как из сказки, феерической, в общем, на самом деле, вот, в таких вообще, в холодных условиях и так далее. Ну, выглядеть еще как-то вот это вот шикарно. Они мне тогда и сказали, вы просто заплатите, и все, и никаких проблем. Так что имейте в виду, мои авторские права на все мои видео, на мою страницу ВКонтакте, Триана Салмановна, через дефис Мактон Сайфудин, через дефис, на мою страницу Фейсбука, это мои официальные страницы, и все мои видео. У меня заснято больше 20 тысяч видео. Только несколько, несколько, ну, небольшое количество видео заснято Василием Ильяновичем, потом Димой, да, Димой заснимал. Ну, как я там пишу, там, вообще мы с Матильдочкой, с Макошкой Матильдой это все начинали, наши общие там права, у меня Матильдочка такая, кошка, мы с ней, ну, в общем, Матильда Филиса Добаси, красотка. Ну, да? Ну, вы там почитайте. Если вы там читали, то, в общем, что я там буду вам повторять? Ну, это, в общем, что, вы не поднимите, как сейчас вот мужчина, а мужчина, там, семья, про этих котов снимают уже огромное количество серий, и, наверное, это пользуется популярностью, у него эти коты, котят, огромная территория, шикардос, там надо снимать видео с этими с лебедями, с котами, это какая, ну, такое, знаете, как-то вот, очень интересно, правда? Ну, у нас с Матильдочкой, у нас с моими кошками, с Матильдой, с опять, с Проспирусенькой, и с Васей, вася.кома, карта Альфа-банка работает сама, у нас немножко по-другому, только я раньше вот не видела, что с этими котами такие вот видео как-то заснимают, то есть я как-то это вот еще придумала заснимать. Я просто, ко мне кошка тогда от Матильда пришла, как там, как там он говорил-то, и Грушу, Грушу зову, кошка, кошка хотела быть богатой, знаете, кошка, это Матильда, она пришла, она хотела быть богатой, вот, иметь свой дом, и, в общем, она, в общем, хотела, в общем, быть такой вот. Ее идея, я так поняла, быть супер богатой, чтобы к ней достойно, шикарно относились, потому, будучи кошкой, ну, вы знаете, вот эти собачки, кошки, вообще, эти какие-то супер известных людей, это очень такие, достаточно, в общем, вы поняли, да? Ну, вот, у Матильды тоже такая вот идея была. Матильда хотела быть супер-супер богатой, большой дом с Ричи, вот, и чтобы к ней супер-супер хорошо относились. Так что, вот, по-моему, это так и звучало. Нет, это моя догадка была. Она в любом случае хотела быть супер богатой, вот, и что этот дом свой, в общем, с этим Ричи, как-то, как-то вот так, да. Я тогда еще говорила, что у меня кошка, ну, обретели внимание, а обретели внимание, вот, где кирпичи, я вам даже могу доказать это. Вот, обретели внимание, выголка кирпичей, я же ее не просила. Матильда сама пришла в гаражу, понимаете, она же сама, вот, когда видеть ее на видео, она же сама приходила и заснималась. Там туда прыгнет, сюда прыгнет, знаете, я заснимаю видео, она бежит уже, спускается по лестнице шикарно, знаете, когда лапами, такая, по-королевски, вот. Обратите внимание, как вот это вот видео, кирпичи, когда я его выкладывала, это выгодка, матиточка не могла эту пропустить. Видели, как я такая вхожу, такая, такая, вся в танце, туда, видите, вот этот гараж, и матиточка, понимаете, это за очень большие гонорарные. Это видео стоит огромных денег, там же матиточка снималась в этом видео, так что вот, тоже. Да, она сама, понимаете, у нее нюх, понимаете, нюх на вот это вот, она подумала, что это видео будет такой просто, в общем, как-то вот это, и все как-то знают, выголки кирпичей, вот это эротическое, вот. Так что вот, там цена этого видео, это сразу матиточки на дом, так что вот, вы имейте в виду, вам не просто так тут погулять вышел, так что вот. Вот такие вот дела. Там вот это вот суперское видео, там, понимаете, у Матильды как актриса, там сразу ей денег на шикарный дом, на такой, который вам даже не снесся. Так что вот. Ну да. А что это? А это текст из книжки. Матильда и трусы. Ну да. Книжка такая. Это текст. Татьяна Салманова вам читает. Книжка. Книжка для взрослых. Здесь часть текста на этом видео, часть текста. Я, конечно, сейчас, знаете, все-таки нужно сесть, как бы, по Сен-Жермену, все-таки с ними, наверное, все-таки нужно как-то туда, на высокие частоты. Все-таки, наверное, по-другому как-то туда, вот на высокие частоты. И по Сен-Жермену как-то их, честно говоря, не знаю, что с ними, вот это вот, чтобы они, короче, вот это куда-то там, вот это вот отошли, короче. Потому что я с ним как-то вот так вот, это, знаете, себе нервы трепать, а это тоже как бы не надо, потому что я такая феерическая просто звезда, просто феерическая, вот. Просто, знаете, нужно подняться на другие высокие частоты, на частоты любви, в общем, VIP, любви и так далее. И, в общем, чуть-чуть это почитать еще этого Сен-Жермена, эту книжку, и, в общем, как-то с ними нужно как-то вот так вот говорить, чтобы они как-то вот это поняли, и, в общем, ну, вы понимаете, да? Так что вот. Ох, вы такая звезда! Ну что? А, самое главное, для себя так вот показать, смотри, сейчас я вам покажу, вот так. Ну да?